Привет, друзья! Как не повернусь, сердце получается, начну делать. Шутка. Послушайте, я говорил уже о том, в одном из роликов мы обсуждали с вами, что тот, кто понятнее объясняет, тот и управляет. Ну, то есть, имеется в виду, за ним люди идут, потому что он понятнее объясняет, о чём речь идёт. Ну, мы говорили о нирване, о состоянии нуля, о состоянии потока, чик-ксен-михаи. А вот о нирване ещё расскажу. Вы представляете, я же иглотерапевт, и я его замечал раньше, что на 20 минут примерно поставишь иголки человеку, который очень нервный, возбуждён, у него такое состояние, он прямо не знает, у него что-то болит там и так далее, у него там шторм в голове. Ну, 20 минут он сидел там, мы разговаривали, он сидит там с иголочками, а потом говорит, ой, отпустила. Что же вы так сделали со мной, так хорошо стало, а что ты чувствуешь? Ну, какая такая вот, ну, давно такого не было, такая безмятежность, вот такое, ну, своими словами теперь говорит, что легко стало. Давно, говорит, такого не было. Ну, как бы вот нет напряжения, а отпустило. Вот легче стало, вот это вот легче стало, все говорят. Ну, можно сказать, что почти все. Это очень интересное состояние в сравнении с тем, как было. И вот смотрите, это же состояние можно же получить. Я вам разные аналогии привожу для того, чтобы вы поняли, что такое нирвана. Не в философском смысле слова, это целая школа. А я имею в виду нирвана как состояние. Нирваническое состояние. Что же это такое? Когда нет страха, комплексов, стереотипов, это я вычислил, я всегда делюсь этим. Это нирвана, это состояние нуля, это состояние перехода между другими агрегатными состояниями мозга, вот такое промежуточное состояние. Переходное как нейтральное положение в коробку передачи автомобиля, через которое переключение происходит. Когда система разблокирована и в то же время повышенно готова к новым соединениям в заданном направлении. Вот это нирвана. Нирвана – это состояние безмятежности, оно же, если приводить аналогии для объяснения, чтобы было легко понятно. Молитвенная благодать. Или это состояние психической релаксации. Или это состояние, ну, савасана, можно сказать, йоги. Когда ты поделал-поделал упражнения там разные, дыхательные или подмассану, или там ещё какую-то, а в конце вот этого цикла напряжения и расслабления, ты потом лёг, раскинул руки и отпустил себя. Вот это поза смерти или поза трупа называется, савасана в йоге. Так это и есть вот это состояние. Или оно же есть, я вам аналогии разные рассказываю, чтобы понятнее было, о чём мы говорим. Или это же самое состояние бывает после набираешь-набираешь напряжение, набираешь напряжение. Например, в беге, в ритм не попал, и поэтому напряжение растёт. Дошло до пика, потом ты его пересилил, и потом прибежишь, тебе так легко. Называется второе дыхание, но дыхание тут ни при чём, оно только пристроилось. На самом деле, вот это состояние после пика, перенапряжения, оно может быть и без бега. Если ты очень сильно напряжён, очень сильно напряжён, очень сильно напряжён, очень сильно напряжён, очень сильно, то потом в какой-то момент бах, переходит, и тебе так легко, и тебе всё, как говорится, пофигу. Такое состояние безмятежности. Тогда я примеры привожу, когда это возникает. Или, например, это возникает, когда алкоголь человек выпьет. Вот у него тогда обычное состояние, когда ты напряжён, это мобилизованное, там адреналин, он поэтому тебя заставляет быть напряжённым, или ты напрягаешься, и поэтому включается, то есть всё на обратных связях. А это состояние, когда нет напряжения, это состояние, это вышло, это состояние психического расслабления. Не вообще расслабление, ты расслабился и сидишь, нет, это психическая релаксация. Ну и вместе с этим, конечно, не мышечная, но именно психическая релаксация. Вот это состояние нервоническое, это состояние такое эндорфинное, не адреналиновое, а эндорфинное. Поэтому люди химически водкой это и вызывают, а вы можете это сами вызывать, просто если вы, допустим, ещё одна аналогия, ключевое дыхание, одна минута. Когда вы стремитесь найти тепло, вы пытаетесь прислушаться, например, вдох у вас теплее или выдох, дыша как дышится, ничего искусственного делать не надо. Тепло – это приятно, и поэтому, когда вы идёте за приятным, даже не важно, нашли вы или нет, но когда вы в ритме собственного дыхания пытаетесь прислушаться к приятному, у вас происходит синхронизация. Так вот, таким образом, за минуту вы можете успокоиться, если вы будете просто прислушиваться, вдох у вас теплее или выдох. А думайте, о чём думаете. Кроме этого, волна ключевая, я говорил, это когда вы переживаете, о чём переживается, и в это время делаете так, как вам приятнее. И вот сейчас я вам раскрою секрет. Вот, ну, здесь вы делаете так, как приятнее, или стороны в сторону качаетесь, думаете, о чём думается, делаете, как делается, пустили мысли на самотёк. И через некоторое время там, у одного через минуту, у кого-то, в зависимости от того, какое было исходное состояние и что предстоит после этого, может быть, пять минут, а у кого-то, может быть, и пятнадцать первый раз. Ну, с каждым разом, если вы каждый день будете это делать, там недельку, допустим, удобное время, время будет сокращаться, потом дойдёт до секунды, вы захотите, и у вас снимется напряжение. Вот это переход из напряжённого состояния в состояние вот этой вечности, бесконечности, безвремения, вот этого состояния глубокого душевного покоя, это состояние созерцания, это состояние эмоциональной дистанцированности, это состояние пофигизма, прямо так, если говорить по уличному, таким спокойным языком, так сказать, пофигизм. Да-да, но это же и есть нирвана. Видите, она может быть иглотерапией вызвана, она может быть вызвана волной, она может быть вызвана бегом, она может быть вызвана оргазмом, напряжение, 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 а потом раз, и релаксация. Да-да-да, оно может быть вызвано самыми разными способами. Вот эти все аналогии, которые я привожу, для того, чтобы легче было понять, о чём речь идёт, что такое нирвана, что такое это фана, растворение с Богом у мистиков, что такое дзен, что такое самадхи, ну много там этого названия, много, ну что это такое, вот оно, да, или водки выпил, или вместо водки взял и сам. Переживал, о чём переживается, и делаешь то, что тебе приятнее. Вы представляете, как до этого додуматься, до такой простоты, да там же ещё, знаете, какое самое необыкновенное тайно открываю вам сейчас, друзья, что именно напряжение у вас такое сильное, потому что были не с собой, а путь к себе, оказывается, именно, когда вы делаете то, что вам приятно, и вы идёте, путь к нирване, как приятен, когда ты знаешь, что это такое. Поэтому счастье, например, это быть собой, путь к счастью, это свобода. Да, или ты раб, или ты свободен, или ты счастливый, или ты не счастливый, или ты в противоречиях весь, или ты как есть в состоянии творчества, а творчество это что такое? Путь к наиболее простого решения через призму общей человеческой ценности. А ты по природе творец. И когда ты снимаешь с себя вот эту гору проблем, ты выходишь на состояние, когда у тебя нет эго, а эго – это и есть противоречие, и там у тебя утверждение, инстинкт самосохранения, комплексы, стереотипы и авторитеты. А то ты всю гору свалил, и такая свобода, и такое ощущение приятности, и такое ощущение облегчения. Ты счастлив, когда ты есть сам собой. Да, а ты не счастлив, когда ты не собой. А жизнь заставляет тебя часто быть не самим собой. Очень много искушений, очень много проблем, препятствий, чего можно, чего нельзя, что принято, что не принято. Ну, зависит от того, где ты живёшь, какие там обычаи. То, что, допустим, здесь нельзя делать, а в другом месте, наоборот, принято делать всё время. Ну, понимаете, это же планета, и очень многое, так сказать, пусть растут все цветы. Да, так что найти своё место в жизни, найти своё место под солнцем легче всего, когда вы владеете ключом. Так вот, весь секрет нашего события в жизни, творчество самого человека, самое великое творчество – это поиск себя. А поиск себя – это значит, кто ты. Ты, по природе, творец. Поиск творца в себе. А творец ты в себе, когда ты выходишь на самое себя самым простым, комфортным действием. Это так просто, чтобы до этого, поэтому было так сложно додуматься. Но это так сложно, потому что так просто, это такое внешнее впечатление. На самом деле не каждый человек может догадаться, как ему просто делать. Вот именно поиск простоты и комфортности и безвредности для себя и окружающих – это и есть путь к себе. Но это очень сложно, ещё потом расскажу в следующий раз. Да. Но это очень интересно, потому что оказалось, что самое трудное, то, что нам представлялось, книги десятки, сотни, тысяч книг написано, на самом деле, оказывается, самое простое, и поэтому до этого трудно додуматься. Да, да, друзья. Ну, до встречи, ещё потом расскажу, вопросы мне напишите там, чтобы я на них отвечал. Я же отталкиваюсь от ваших вопросов, вот эти темы выдаю, то, о чём я рассказываю. До встречи. До встречи. Субтитры создал DimaTorzok